Вячеслав Володин угрожает Армении потерей государственности. Блокада Арцаха продолжается. Азербайджанских оппозиционеров преследуют по всей Европе. Придет ли в Армению иранский газ, обворованные новостройки Эрдогана, встречи Арата Мирзоян и Чавушо Глу, зарплаты учителям и многое другое, что мы успеем обсудить сегодня с вами в воскресном выпуске, так что смотрите до конца, оставляйте комментарии. Меня зовут Хайков Акимян и этот выпуск был оплачен вами, донатами на Patreon и мной из своего кармана. Если вы хотите чуть-чуть взять на себя бремя моего кармана, частично перекинуть на свой карман, так сказать, есть две возможности. Это Patreon, если у вас любые карты мира, или Boosty, если у вас российская карта. Ссылки будут в описании. Те, кто делает заявление в сторону европейских институтов, может просто страну потерять. Тот, кто хочет меры, тот, кто хочет урегулировать ситуацию, должен не просто держаться подальше от этих квази-парламентов и ПАСЭ, и европарламентов, но отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, ухудшит, создаст все новые и новые проблемы. Фактически, Вячеслав Володин озвучил прямую угрозу Армении, мол, не смотрите на Запад. Мне позиция России по Армении понятна, но также мне понятно, что Армения с этой позиции не согласна. Именно поэтому наша страна отказалась от проведения учений ОДКБ. Потому что зачем нужны учения в организации, которые не участвуют более в твоей системе безопасности? Это, мягко говоря, не участвуют. Я бы, слушая Володина, на месте армянской власти интенсифицировал бы переговоры с различными центрами силы для диверсификации и более стабильного укрепления международного сотрудничества. Думал, тогда с Россией отношения будут гораздо более здоровыми. Особенно важно грамотно выстроить отношения с США, Арабским миром, Индией, Евросоюзом, Ираном, Китаем. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком заявлении господина Володина, как должно сейчас действовать по-вашему армянское правительство по отношению к России, ОДКБ и так далее. Конечно, Россия никуда не денется, и в любом случае нужно с ней находить общий язык. Но точно не на условиях колонии-метрополии, где нас на части разрезают, по сути, как какой-то кусок пиццы. Сегодня Россия должна хорошо подумать, что она готова дать Армении, чтобы хоть как-то продолжить присутствовать в регионе. Если даже безопасность Арцаха Россия обеспечить не может, тогда какой вообще смысл нахождения здесь? Блокада Арцаха связана с намерением России и Турции пробить сухопутный коридор между Турцией и Россией по территории Армении, которое позволило бы России выйти из геополитической блокады, в которой ее сейчас устроили страны Запада. Но у Армении тоже появляются возможности. Если мы осознаем, что это процессы связаны, если мы осознаем, что наконец-то национальные интересы Армении совпали с интересами национальных других центров силы, то сейчас у Армении есть возможность построить новые союзы, получить поддержку, если не новые союзы. Это все становится возможным, естественно, благодаря стратегическим ошибкам в российской дипломатии и военных. Вся политика свела с политической жизнью, к интригам, к удержанию власти. Как передает телеграм-канал Economy of Armenia, в рамках политики повышения заработной платы учителей в госбюджете запланировано несколько новых инициатив. Одна из инициатив заключается в том, что 4 418 учителям сельских школ с количеством учащихся до 100 детей будут предоставлены доплатой, увеличив их заработную плату на одну ставку. То есть вдвое. Независимо от количества учебных часов. 8 135 учителей, преподающих естественно-научные дисциплины, которые сейчас во всем мире считаются одним из самых востребованных, во всех школах республики получат дополнительную надбавку с целью поощрения новых учителей к поступлению в школы и замещению имеющихся вакансий. Новость значительная, как мне кажется, особенно для тысяч учителей сельских школ, которые работают в самых тяжелых условиях. Но, к сожалению, проблему образования мы уже довели до такой степени ущербности, что любые подобного рода решения помогут нам в среднесрочной перспективе нескольких лет, я думаю, минимум 5. Конечно, нужно поднимать зарплаты учителя, нужно аттестовывать их, нужно работать над тем, чтобы с детьми работали качественные специалисты, а не те, кто ни на что другое не сгодился, как зачастую это бывает, когда смотришь на студентов педагогического университета. С другой стороны, я не верю, что государство, где бы то ни было в мире, было способно решить проблему образования без участия частного сектора. По сути, сегодня мы имеем отрыв образовательного сектора от реального мира, и в этом ключевой провал образования. Сегодня в мире создаются десятки тысяч частных образовательных проектов, которые решают образовательные задачи для сотен миллионов детей и взрослых. Если мы не научимся по-другому смотреть на образование, все остальное, о чем мы говорим, сильное государство, безопасность, урбанистика, экономика и так далее, этого всего не будет. Мы с командой сейчас готовим сразу два очень крупных проекта в сфере образования. Один рассчитан на развитие Армении, другой на развитие образования в глобальной среде. Сегодня происходит децентрализация образования, когда для получения знаний необходимо быть в конкретном сообществе, общаться с людьми из своей сферы, а также получать конкретные знания, которые пригодятся тебе для роста здесь и сейчас. А еще образование это мега интересный бизнес, что тоже разрушает наши представления об образовании, которые в основном были созданы различными благотворительными схемами вокруг этой отрасли. Образование можно построить на бизнес-процессах и лучше заниматься, как мне кажется, образовательным бизнесом, чем открыть очередную шаурму, пиццерию или варек. Даже с точки зрения денег это зачастую лучше, я уж не говорю о пользе, которую образовательные продукты приносят обществу. Кстати, если вам все это интересно, у нас есть отдельный телеграм-канал, где больше о том, как развиваться в сфере онлайн-образования, как делать прибыльные проекты и трансформировать мир вокруг себя. Ссылка на канал будет внизу. Также этот канал будет полезен для тех, кто хочет развиваться, больше зарабатывать и понимать, как устроен этот цифровой мир. И подытожив эту тему, также скажу, что цифровизация должна прийти в школы. Я надеюсь, рано или поздно многие предметы в школу будут проходить не с помощью учителя, который что-то учит или заставляет запоминать, а с помощью модератора, который помогает детям в взаимодействии с технологиями приобретать знания. Мы пока до этого с командой нашей еще не дошли, но именно в этом направлении мы будем двигаться, когда войдем на рынок школьного образования. Невозможно иметь 10 тысяч крутых учителей для всех школ в ближайшее время. Но можно иметь 10 тысяч ноутбуков, на которых будут сотни механик развития, приобретения знаний и так далее. Ну да ладно, это все потом реализуем, как только сделаем эволюцию образования, которая планируется уже в этом году. Вот вы говорите блокада, Арцах и так далее. Я знаю, что мой канал смотрят азербайджанцы. Ну, есть среди вас здравые люди, я не сомневаюсь. Итак, представьте, что вы живете в стране, в которой президент может посадить, убить, очернить и вообще что угодно сделать с любым человеком в его стране и по всему миру. Вы все знаете этот знаменитый случай, когда парня в Берлине избили до полусмерти. Его жена еще на камеру сняла все. Азербайджанский активист и блогер Архан Агаев. Недавно он написал, я больше не чувствую себя в безопасности Германии. Режим Алиева дважды терроризировал меня в Берлине. Они знают, где я живу. Правительство Германии не принимает никаких мер. Моя семья и дети в страхе. Недавно в ходе брифинга у официального представителя Госдепа США Неда Прайса спросили о Бахтияре Гаджиево, которого режим Алиева держит в тюрьме полностью по политическим мотивам. Вы поймите, азербайджанцы, невозможно жить в режиме, в стране, которая так относится к несогласным. Особенно, если речь идет об армянах в Азербайджане. Если они так к своим относятся, что они будут делать с несогласными армянами? Вопрос риторический мы никогда не узнаем, потому что пока Алиев у власти, пока азербайджанское общество дает ему немое согласие относиться так к себе и к человечеству в целом, жить, разделяя повседневный быт, не представляется возможным. Можно много строить иллюзий об открытии коммуникаций, но, думаю, это будет тот случай, когда еще понадобится очень много времени, чтобы эта фашистская по отношению к армянам ненависть, которая укоренилась десятилетиями, ушла. Коммуникации в виде железной дороги, где нет соприкосновений обществ массовых, по крайней мере, я не исключаю. Но жить с людьми, которые так относятся к своей свободе и готовы на все ради усатого фюрера и крох от той части нефти, которая им досталась, ну, это, мне кажется, не очень. Интересно, когда будем в Баку? Что? Я говорю, когда приедем в Баку? Этим поездом и когда? Как никогда? В Армении много проблем, но мы решим свои проблемы. Поэтому лучше бы Алиеву угомониться сейчас, чем тогда, когда Армения остудит его пыл каким-нибудь сюрпризом, которого он не ждал. Армения – маленькая страна, в которую мы ежедневно экспортируем 1 миллион кубометров газа, в то время каких потребностей составляют около 2 миллионов кубометров. И, к сожалению, мы не можем увеличить этот объем. Армения является одной из важнейших стран Кавказского региона для Ирана, но у нас есть проблема экспорта дополнительного 1 миллиона кубометров газа. Сейчас мы частично обеспечиваем потребности этой страны, но нет необходимой инфраструктуры, и это становится для нас проблемой в долгосрочной перспективе. Отметил экс-посол Ирана в Турции Фирус Долатабади в интервью экономическому обозревателю Илна. Я, кстати, делал как-то небольшой разбор того, как так получилось, что вся газовая энергетическая система в Армении принадлежит России. Это все делалось долго, на протяжении периода правления Роберта Крочаряна и Сержа Сариксяна. Почему мы не можем иметь свою инфраструктуру, которая будет гонять и иранский газ, и любой другой газ, который попадется под руку закупщикам газа от нашей страны? И тут, конечно, трудно предугадать решение правительства Армении. Я не знаю, насколько законны там сделки у России с бывшими властями. Но факт в том, что текущая ситуация противоречит национальным интересам Армении. И с этим нужно что-то делать. Как вы думаете, стоит ли Армении переходить на иранский газ? Не рискованно ли это? Не рассердится ли Володин или его друзья в Кремле? Да так, что они захотят что-то с Арменией еще сделать плохое. Крупнейшая новостная организация США National Public Radio опубликовала стадию с ссылками на видеоролики, доказывающие, что Эрдоган разрешал строительным компаниям нарушать нормы безопасности. Мы решили проблему 144 156 жителей Мараша с помощью зональной амнистии, говорит в одном из роликов Эрдоган. Речь идет об амнистии, позволяющей подрядчикам игнорировать нормы безопасности, введенные в действие для строительства более устойчивых к землетрясениям многоквартирных домов и офисных зданий. Согласно сообщениям турецких СМИ, амнистия означала, что некоторые строители должны были заплатить штраф, но их строительные проекты могли продолжаться, если они не соответствовали ограничениям кодекса. Плачевные результаты подобной политики мы наблюдали в последние дни в Турции. Десятки тысяч жертв, которых во многом можно было бы избежать, если бы не было подобной политики. Вообще, качественное строительство в нашей весьма опасной зоне – безусловный фактор стабильного роста. Нельзя надеяться на авось, как, например, мы армяне тоже любим делать. Сегодня, смотря на разрушения и в Сирии, и в Турции, у меня только одна мысль – насколько Армения готова к нечто подобному. Я против того, чтобы общество прятало в песок голову от подобных вопросов, потому что не привык оставлять на чужой контроль вопросы своей жизни и жизни своих близких. Есть сразу несколько проблем, о которых хотелось бы поговорить больше. Первое – это старый жилой фонд, его укрепление или в некоторых случаях снос. Во-вторых, это незаконные достройки уже существующих зданий, которые обросли дополнительными квадратными метрами, этажами и так далее. Насколько реально, что все это выдержит 7- или 8-бальное землетрясение? Мне не страшно это обсуждать. Мне страшно тогда, когда мы закрываем на все это глаза, а потом играем трагедию, когда беда уже пришла. Арат Мердюйян встретился с министром иностранных дел Турции Чавушоуу и договорился о реставрации моста в древнем армянском городе Ан-И для последующего полного открытия границы между двумя странами. В этот трудный момент хочу подтвердить готовность и стремление Армении к установлению мира в регионе и, в частности, к полноценному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полному открытию границ между Арменией и Турцией. Алят Мирзуэн на совместной пресс-конференции с Мевлютом Чавушаулом. Я уже много раз писал, говорил и обсуждал с ярыми антитуранами простую логическую концепцию. География определяет в нашей жизни огромное количество вещей. И нам повезло оказаться в не слишком спокойном регионе, где есть страны типа Турции, России, Азербайджана и так далее. И с одной стороны, можно от всех изолироваться, пытаться как-то выживать своими силами. С другой стороны, можно принять реальность и работать с тем, что есть. Конечно, туркам еще предстоит осознать свои преступления перед армянским народом. Возможно, мы в течение своей жизни этого и не увидим, так как в Турции наблюдается крем в сторону популизма, авторитаризма и империализма. Может быть, Турция представляет для нас угрозу в военном плане, но нам необходимо вести полноценный, самостоятельный диалог с этой страной. Это нужно, чтобы другая страна, которая, как вы уже, наверное, исторически поняли, плевать на наши интересы, не превращала нас в разменную монету. Я только за прямой диалог, я за открытие границ. Я полностью разделяю мысль, что Турция сегодня действует враждебно по отношению к Армении. Но, несмотря на это, я за открытые границы. А еще я за то, чтобы мы обсуждали конкретно, что нам угрожает, когда границы откроются, и к чему нам нужно готовиться, чем использовали фобию как политический инструмент. Вы знаете, что я являюсь поклонником механизма Игорц, который позволяет Диаспоре работать в государственной системе управления Арменией. Так вот, сейчас открыть прием заявок на участие в программе. Зайдите на сайт главного полноочного по Диаспоре Зареси-Наняна или на их страницу в Фейсбуке. Там будет вся необходимая информация. По этой программе уже приехали десятки людей. Кто-то из них остался в госаппарате, кто-то не остался. Но, в целом, положительный проект. И я очень надеюсь, что он будет продолжать подключать к управлению государством сотни специалистов из Диаспоры. Это супер важно для нас. Ну и последняя новость. Международное рейтинговое агентство ФИЧ прогнозирует рост экономики Армении в 2023 году. 6,1% и 4,7% в 2024 году. Много это или мало, трудно сказать. Я лично более оптимистично настроен насчет армянской экономики. Но хорошо то, что рейтинговое агентство прогнозирует рост, когда вокруг такая буря. Это, как мне кажется, хорошая новость, которую можно завершить сегодняшний выпуск. Напишите в комментариях, были ли темы, которые я мог охватить, но не охватил. Ну и поддержите нас на Патреоне и Бусти, если у вас есть лишние несколько долларов на развитие независимых медиа в Армении. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова